всем привет мне сказали что здесь у вас две группы и вы занимаетесь своими проектами каждая из групп правильно я понимаю а кто чем занимается это так все правильно кача аренда машин а именно в чем суть заключается кроме быстро каршеринг в общем то есть человек машину где-то оставил другой берет и поехал дальше понят а вы из чего будет именно сделано аксикового материала то есть каждого индивидуально пара под себя окей супер клёвая тема я пока начну а вот там подтянется презентация значит я основатель компании d2 еще нескольких проектов которых мы активно используем digital маркетинг но наш профиль не сам digital маркетинг мы не профильное агентство не digital агентство и мы делаем digital маркетинг для себя для своего бизнеса для своих проектов то есть у нас есть d2 это девелоперская компания это разработка программного обеспечения сайтов мобильных приложений и тому подобных есть бизнес из села юа это интернет-магазин по доставке еды и розничная сеть магазинов здесь киеве на прорезной представлен магазин и во львове еще четыре магазина есть фотостудия по предметной фотосъемке предметов собственно снимаем для интернет-магазинов все что нужно и есть завод по производству фильтров для воды вот такие четыре бизнеса и я представляю сейчас и на этих четырех бизнесах мы развивали продвигали придумывали эти бизнесы придумывали им бренды и раскручивали их на украинском и уже не только украинском рынке вот собственно они представлены да я эта штука который 20 а вот собственно я вернусь сейчас так 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 вот да вот если лаю make me photos d2 digital и вот это фильтры для воды ну собственно о маркетинге я буду рассказывать не как маркетолог а собственно как в нашей компании даже нет человека тут я растика так написал он маркетолог потому что он у нас креативный директор мы к вашей теме не подходила как-то поэтому этот что касается маркетинга нам кажется что сам сам основа сам директор компании будь то основатель бизнеса предприниматель он должен прежде всего быть главным маркетологом то есть нет смысла часто в новых компаниях заводить должность маркетолога нанимать и ждать что он вам все порешает вы сами если вы предприниматель бизнесмен так далее должны этим прежде всего сами заниматься а уже маркетинг эта часть вашего процесса значит с кем мы работали с точки зрения и digital маркетинга и development а это ряд компании но в основном это все в этом прошлом году мы обслуживаем их сайты занимаемся частично с настройками так далее работаем с агентствами по продвижению этих брендов значит ну что уже задали вопрос что такое маркетинг и кто на него все-таки нам ответит есть такие желающие ростик специально подготовил такую картинку это значит там это да будем бренд да вдруг кто-то знает как вы думаете что из этих инструментов является инструментами маркетолога из этих четырех калькулятор и камера фотошоп и камера экселевская таблица калькулятор фотошоп и камеры окей да не фотошоп не камера не является инструментом маркетолог то есть маркетологи поэтому мы их и не любим они скучны они работают это шутка года этот они работают прежде всего прежде всего с калькулятором таблицей маркетинг он весь основан на цифрах на расчетах на поставление задач достижение цели определение результатов ключевые параметры эффективности и так далее а уже с фотошопом и камерой работать непосредственно креативщики которые придумают как добиться этих целей то есть маркетинг дает задачу креатив придумывает как ее реализовать в том или ином пространстве то есть придумают телеролик придумают какую-то social медиа компанию заводит видеоблог делает красивый сайт и так далее это креатив делать собственно маркетинг дает задачу креативу а сам по себе все все считает анализирует достигает каких-то конкретных числовых целей поэтому excel и калькулятор есть такое сложное определение маркетинга но зато она как бы признана во всем мире это процесс планирования воплощения замысла ценообразования продвижение реализации идей товаров услуг посредством обмена удовлетворяющие цели отдельных лиц и организаций для некоторых украинских компаний подошло бы вместо слова обмена слово обмана посредством очень часто многие многие рекламные компании так далеко уходят от продукта что у них ничего общего с этим не имеет а это так не должно быть то есть маркетинг прежде всего олицетворяет сам продукт и не должен обманывать своего потребителя он должен рассказать о том что возродить спрос и решить задачи компании ну а маркетинге можно долго отдельно рассказывать мы перейдем более его прагматичную часть это диджитал маркетинг мы все живем сейчас в диджитал мире все пользуемся гаджетами айфонами apple tv и так далее и к нам легче всего достучаться через диджитал маркетинг а не через его традиционные каналы один слайд понял что тут не хватает пояснить про калькуляторы и таблицы врезочку знаете что такое воронка продаж буквально пару секунд на факт давай почему у маркетинга все-таки основные инструменты маркетолога это посчитать а не нарисовать и придумать потому что вот смотрите у вас и тут есть клиент который сделал покупку да а вот вот тут есть например тысячи клиентов которые в принципе им это интересно который например у вас есть там сайт или которым вы раздали лидерки свои да вот так вот тысяча лидерки вы раздали вот потенциальных условно клиентов но их называют лидер если да то есть если они и они потенциально интересен ваш продукт это лидер и вот как правило в процессе доходит там какая-то там одна десятая процента и она обычная воронка это делится вот так да там тысячи человек получили визит из них там ну сейчас такие фантастические цифры там пускай 500 человек зашли к вам на сайт давай на конкретном примере у вас по поводу аренды автомобилей 1000 человек в принципе узнали что можно арендовать автомобили узнали о вашем сервисе 500 не потом не поленилась вбила адрес вашего сайта конкретно и открыла его браузере там были пришло по ссылке будет 200 что сделали заполнили форму предварительной регистрации например но не но не оплатили не заказали конкретную услугу и конкретный последний человек уже ну и тут есть еще на самом деле слои там типа не дозвонились где-то отпали еще что-то но в итоге там из тысячи остается там 10 покупка это уже деньги непосредственно вы уже оказали услуга за которую покупатель собственно заплатил неважно за блоки деньги вы забронировали на карте или он вам отдал наличие он уже совершил собственно покупку и вот задача маркетолога понимать вот эти все цифры и работать по сути с вот этими слоями да то есть он должен понимать почему эта цифра превратилась в эту они например в 900 на этом этапе куда делись люди почему что мешает людям перейти дальше как можно сократить этот процесс и так далее вот он работает именно с цифрами и поэтому пытается осознать а то что там например надо сделать сайт красный или зеленый это уже задача креатива то есть маркетолог посчитал что блин у нас милый сайт поэтому люди там сразу его закрывают задача креативу там или продаж ему дизайну там давайте сделаем более веселый сайт они там уже делают и пытаются решить эту проблему ну это собственно почему в маркетинге это цифры важно вот это вот воронка продаж это одно из основных понятий насколько понял вас еще будет поэтому отдельные занятия чтобы не спорить вот поэтому это так чисто базово мы вернемся где-то